Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы присаживаемся в Божьем присутствии, друзья, и я немножечко напомню, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, чтобы нам перейти дальше. Потому что каждый раз мы имеем некоторую ступень, которую нам надо взять. Вершины, которые надо покорить, цели, которые надо увидеть и ключи, которыми надо открывать двери, Господь ими с нами делится. Поэтому напоминаю, что мы говорили о горе преображения, о ключах к преображению. И поэтому сегодня я хочу только небольшой фразой отметить то, куда нам надо стремиться. Потому что говоря о вершине, на самом деле, что мы имеем в виду? Переживать Божье присутствие, переживать Его преображение перед нашими глазами, перед нашим сердцем. То есть наша вершина для нас — это определенное место удовлетворения наших запросов, удовлетворения наших ожиданий. Это то, что может нас восхищать в Боге. Но вы знаете, многие живут люди ради вершины. И слава Богу за тех, кто знает, что туда можно подниматься. Но Иисус жил с вершины. В этом разница. Он жил с вершины в том смысле, что Он туда поднимался, чтобы потом опускаться в долины. И в долинах устрашать всякую бесовскую природу. Если бы мы все только собрались на вершину и там наслаждались, как просил Петр, давай сделаем трекуще. Я думаю, что многие люди, которые уже пережили усладу от общения с Богом и друг с другом, были бы довольны тем, что можно просто отделиться от мира и где-то жить, как это было с первыми христианами. Но я думаю, друзья, что если бы это для нас было целью, то мы уже могли это иметь. Но целью для нас — осолить этот мир, осветить его, привести его в соответствие перед тем, как Господь придет. И поэтому жить с вершины — это быть на вершине, но оттуда спускаться в долины, знать, как подняться на вершину, но оттуда идти туда, где есть проблема. Иисус жил с вершины. Многие люди живут ради вершины. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами этот фокус для себя сейчас отметили. А я хочу жить с вершины. Подняться туда, творить с престола, творить вместе с Ним, знать, что мы посажены на небесах, знать, что мы отделены для Него, и оттуда творить дела вместе с Ним. Я желаю, чтобы мы сегодня с вами продвинулись в этом направлении. Еще раз напомню ключи, о которых мы говорили. Преображенное мышление позволяет нам прийти к преображенной жизни. Преображенное мышление будет обязательно связано с тем, что является портретом нашим о себе и портретом о Боге. Что мы думаем о себе, как мы себя видим, как мы себя чувствуем и как мы понимаем божественную природу. Все это включает в себя понятие преображения. Когда быть одно с Отцом, это тот камень, о котором мы говорили по отношению к Петру. И заменить пассивность на активную позицию в Божьем Царстве. Когда я задаю вопрос, Господи, что повелишь мне делать? Нигде повелишь мне сидеть? А что повелишь мне делать? Это разные позиции. Это очень важные вопросы, которые перед Богом важно задавать. И так как мы прочитывали из Иова, 28 главы, некоторые тексты Писания, сейчас буквально строчками прочту то, что мы успели. Подлинное серебро — это спасение, а подлинное золото, которое имеет откровение Божье о нем и о себе. И когда эта истина откроется человеку, все становится на свои места. Поэтому вопрос у нас возникает, какого Бога я знаю. Какие откровения у меня о Боге есть? Потому что сегодняшняя тема, о которой мы с вами начинаем говорить, — это призвание святости. Когда я услышала эту фразу, она немножечко меня смутила. Призвание святости. Что ты имеешь в виду, Господь? Потому что я, как правило, задаю ему вопрос, как ты хочешь назвать даже то откровение, которое уже живет в сердце, и которое надо высвободить. Призвание святости. Прозвучала эта фраза. И я поняла, что то, о чем нам надо говорить, оно будет связано как с призванием, так и со святостью. И, соответственно, узнать о том, кто нас призывает. И, кстати, каким образом призвание со святостью связано? Наверное, приходится сразу начать дать определение святости. Что же такое святость? Потому что в представлении людей святость — это нечто такое. Умер человек, его причислили к Лигу святых. Особенно если жизнь была достойная, прошли какие-то годы, и о нем не забыли, значит, это можно его уже присоединить к Лику святых. Об этом ли речь? Об этом ли речь? Нет, конечно, друзья. У святости есть свои характеристики, о которых мы чуть позже коснемся. Итак, когда Авраам подлинно знал своего Бога, то он мог говорить с Богом о том, что ему надо изменить. Господь, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Посмотрите, как он говорил Богу в своем обращении. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо. Посмотрите, я думаю, что это ходатайство нам надо взять сегодня на вооружение, потому что вокруг нас очень много людей, которые живут в это последнее время и не ведают Бога, не ведают цели, не ведают подлинного смысла жизни, и потому идут, как мы понимаем, и Библия нам показывает, куда. Но Господь говорит, я не хочу смерти грешника. Это его суть, это его природа. И когда мы начинаем познавать Бога и задавать себе вопрос, а какого Бога я знаю? Я знаю Бога постоянно строго взыскивающего? Я знаю Бога, который ждет, когда кто-то ошибется? Либо я знаю Бога, который милует и судья справедливый. И поэтому, обращаясь к такому Богу, сказать, Господи, неужели ты всех погубишь и малых с большими, которые не могут еще право отлево отличить? Давайте ходатайствовать за свои земли с учетом знания своего Бога. Когда мы говорим о расположении Бога к нам, через что мы его приобретаем? У Авраама была особенность, он это приобретал через послушание. У Есфири была похожая особенность, как она приобрела благоволение со стороны Артаксеркса. Можем ли мы сказать, что она была на самом деле самая красивая девушка, пришедшая во дворец? Наверное, опять же, по каким критериям взвешивать? Для кого-то будет одна красивее другой и наоборот. Что же привлекло в Есфири прежде всего? Вы помните, что когда всем было предложено просить все, что тебе надо, и тебе дадут, даже потребовать можно было во дворце, все, что тебе надо перед тем, как идти к царю, то Есфирь выбрала другую часть. Она спросила у Гигая, а что нравится царю? И когда она выбрала этот путь, то не то, что ей захочется, а то, что царю нравится, написано, что она нашла благоволение. Кроме того, о чем сказал ей, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, емнух царский, стражен, и приобрела Есфирь расположение к себе в глаза всех, видевших ее, и полюбил царь Есфирь более всех. Я желаю, друзья, чтобы мы для себя обнаружили, как же нам входить в благоволение Отца и как войти в призвание святости. Дело в том, что у каждого человека есть призвание. Нет человека, рожденного на эту землю без призвания, но есть тот, кто призывает, и он святой. Он святой в своих мыслях, он святой в своей сущности. И о самом Боге интересное слово написано в книге Исход. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величественный святостью, достоинств, досточтим хвалами творец чудес. Он величествен святостью. Это его суть. И вы помните, о чем поют херувимы около престола? Свят, свят, свят Господь, и вся земля наполнена славой Твоей. Когда мы соединяем эти два понятия святости и слава, оказывается, они взаимосвязаны. И мы сейчас прочтем некоторые вещи, я сейчас немножечко закладываю фундамент, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, потому что вопрос святости есть у него свои определения. Святость – это кадош, или греческое гагеос, отделенность – это нечто возвышенное, выходящее за рамки обычного, освященное и неприкосновенное. Святость предполагает определенную связь с Богом и поэтому ассоциируется с чистотой, непорочностью в противоположность греховности. Понятие святости относится к Богу и в своей сущности определяется им. Святость – неотъемлемое качество Бога, отличающее Его от всех созданных и всего сотворенного. А теперь обратите внимание, человек, дело и время становятся святыми. Ваше продолжение, когда? Человек, дело и время становятся святыми. Когда? Когда? Ай, как-то интересно, задумались. Нет предположений, да? Когда Бог делает их своими. Посмотрите, нам ничего для этого не надо делать. Мы становимся святыми, как только Бог называет нас своими. Удивительно. Удивительно. Я хочу сейчас прочитать для каждого из нас такой текст, из послания Коринфян. Я думаю, что за эту неделю, кто считает с нами по плану, читали это послание. И вот какое начало у этого послания. Павел, волею Божью, призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен брат, Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего и Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. У меня к вам вопрос. Кто уже прочитал дальше, чем первая глава? О чем Павел пишет в этом послании Коринфянам? Кто помнит шестую главу, кто помнит седьмую главу? О чем речь? О блудодеянии, которое даже у язычества не слышно. А начинает обращение к этим людям, к святым и призванным. Как это? Вы знаете, вот оказывается, где точка отчета нашего грехопадения. Это наше мышление. Чтобы стать святым, мне надо быть непорочным во всех деталях, и тогда только меня Бог назовет святым. Мы здесь, видимо, не так. Это не значит, что надо будет оставить вопрос блуда и не решать его. Но это значит, что с позиции свершины мы его решаем в долине. Мы там уже посажены. Мы там уже названы святыми. И вот таким образом я могу исполнить мое призвание, когда я могу победить любую природу, которая встает у меня на дороге, когда я знаю, вершины – это мое место. Бог меня туда позвал. Он меня назвал своим уже представителем неба на земле. А если Он отделил меня для себя, я уже святой по принадлежности. Я святой по отделению, а не по поступкам. Не по делам, которые я могу еще совершить и как-то огорчить небо. Да, мы огорчаем еще небеса. Да, как дети могут огорчать родителей, но знай, когда ты мыслишь позиции праведника, о чем мы говорили в предыдущие наши встречи, тогда у тебя сила с горы жить, с преображающей позиции жить. У тебя сила, чтобы победить то, что было разногласием, то, что было превозношением. Поэтому вот, друзья, как важно понять, кто же я в Боге. Я не тот, что я только о себе говорю. Я царственное священство. Но тогда, когда ты и я царственное священство, с этой позиции мы можем служить и мыть ноги, а не ждать, когда мне все послужат. В этом разница. Когда ты знаешь, что ты представляешь небо на земле, то ты представляешь его характер, его природу. И потому Господь говорит, призвание святости, это призвание, которое выражено в отделенности тебя и меня к нему, к его имени, к его программе жизни. И вот тогда, когда мы находимся на этой платформе, мы можем выполнить призвание. Когда мы пытаемся своими силами стать святыми, когда мы пытаемся своими силами угодить Богу, когда мы пытаемся своими силами как-то победить свой характер, мы постоянно натыкаемся на всякие фиаско и говорим, что-то со мной не так. И Бог ко мне как-то не так расположен. У Него есть ко мне какие-то свои предложения, на которые я сегодня не дотягиваю. Да, друзья, мы никогда не дотянем до Его предложений. Но когда мы начинаем соглашаться с Его волей о нас, тогда что-то происходит. Посмотрите, Павел благодарит Бога непрестанно. Мы уже прочитали этот текст. За кого? За этих людей в Каринфе. Ради благодати Божией, дарованной вам. Он благодарит Бога не за то, что они такие совершенные, они такие хорошие, а благодать у вас достаточно, и вы уже обогатились всеми дарованиями. Посмотрите, ибо ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. В Нем мы обогатились этим. И поэтому так важно эти вещи научиться доставать из своего сердца. И сейчас я еще некоторые вещи проведу как параллель, потому что вам известны все эти тексты Писания. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было как написано, хвалящееся, хвалясь Господом. Скажите, что мы уже приняли во Христе Иисусе, когда, да, немножко по-другому вопрос поставлю, кто себя видит и ощущает мудрым человеком? Не густо. Так, тогда мы еще прочитаем один текст. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. А кто себя совершенным считает? Еще меньше. Тогда что мы сделаем здесь сегодня? Проповедуем мудрость кому? Как одному человеку задали вопрос. Скажите, говорит, вы воскрешали мертвых? Он говорит, я им проповедую. Но это не про этот зал. Я верю, что здесь люди, которые же воскрешены и живут, живут пред Богом и воскрешают других, как Стас нам сегодня свидетельствовал. Поэтому на самом деле, когда мы живем вот в этих пониманиях, а Господи, а кому тогда эта мудрость-то? Мудрость проповедуем между совершенными. А где совершенства-то взять? Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. А это еще интересный оборот речи. Прежде веков, то есть до твоего и моего рождения, Бог приготовил... Что Он там приготовил? Приготовил мудрость, даже премудрость, которую мы сейчас проповедуем, и предназначил к славе нашей. Павел, ты ничего не перепутал? Может, к славе Божьей? К славе нашей. Потому что, друзья, слава — это выполнить свое призвание. Когда мы выполняем призвание, мы умножаем славу небесам. Птицы поют, они свое призвание выполняют. Они каждое утро возвещают, что солнце всходит. У них задача такая. Бог их для этого предназначил. Рыбы или дельфины, которые выпрыгивают из воды, они танцуют пред Богом, и они призвание выполняют. И когда наши друзья осоляли воду в одном из морей нашей страны, то дельфины приплыли и начали прыгать. Они тем самым сказали, мы выполняем так же призвание, как и вы. Потому что есть у них назначение, и они это делают. И в этом слава Божья. Поэтому Господь к славе нашей еще предопределил до нашего рождения премудрость. И как вы думаете, что Он имел в виду? Когда до того, как вообще человечество появилось на земле, у Него уже была предназначена для нас мудрость, и даже премудрость и слава. Он скажет, каждый будет карабкаться до премудрости моей, как получится. И к славе моей придет, и свою славу приобретет, если, если в кровь и затрет свои руки и колени. Он уже это нам предназначил до сотворения мира, друзья. Он уже нам это предназначил. А почему мы этим не пользуемся? И когда мы читаем, а кто уверен, что он спасен? Кто уверен, что он искуплен? Друзья, тогда еще раз прочитываю. Кто уверен, что он освящен? А теперь слушайте, на первом месте стоит не все перечисленное. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас, первое, премудростью. Так что больше никогда не говори, что у тебя не хватает мудрости. И Иисус сделался для нас, первое, премудростью. И потому мы мудрость проповедуем между совершенными. То есть тогда, когда мы начинаем мыслить категориями мудрости, я говорю, Господи, у меня тут не хватает моей мудрости, но я-то на связи с Тобой. Во мне-то сила Святого Духа. Пусть она сейчас поднимется этой премудростью. Она поднимется этой премудростью. Я хочу сейчас совет премудрости услышать, потому что как я искуплен, как я оправдан, как я освящен, так я и премудр. Это все в одном списке. Но мы как-то это пропускаем, потому что читаем поверхностно часто. И вот в этом смысле я хочу сейчас, что потом мы вернемся сюда в этот текст, хочу сейчас прочитать из 28 главы того, что мы уже прочитывали сегодня, но ниже. Тут есть очень интересные взаимосвязи. Твердость удел души. Из откровения истины проявляется и утверждается мужественность. Вот тогда, когда нам не хватает мудрости, Иаков очень просто об этом сказал. Проси у Бога просто и без упреков, но признай, что тебе ее не хватает. Опять же, один священник сказал свое наблюдение за многие годы. Вы говорите, знаете, я испытывал очень много сострадания к людям, которые исповедовались и приходили за многие годы. По-моему, это из католического представительства священник, который стал свои наблюдения выражать в том, что люди каются в блуде, в грехах разного насилия, каются за воровство, каются за сквернословие, каются за всякого рода нечистые помыслы. Но никогда еще никто передо мной не покаялся за жадность. Вы знаете, я стала вспоминать, я тоже такого не вспомнила. За зависть я вспомнила, как человек один прямо на лестнице, я шла на программу, поймал и говорит, помогите мне, я не могу избавиться от зависти. Это крайне редкие случаи, у меня так вписался в мой разум, вот этот момент, что человек осознал, что зависть его гложет, останавливает его в пути развития. И он сказал, помогите мне от этого избавиться, оно преследует меня. А жадность — это идолопоклонство. А кто за это каялся? А кто это осознал в своей жизни? Потому что на самом деле есть вещи, которые нас ограничивают в продвижении вперед. И Господь говорит, в этом премудрость. Когда ты начинаешь черпать от меня вот этот источник освящения, то ты обнаруживаешь, какие сферы твоей жизни заблокированы. И заблокированы конкретными духами. Тебе надо подняться на мою высоту и оттуда повелеть ему браться с территории, но признать, что эта территория была когда-то блокирована. Поэтому, друзья, для себя очень важно задавать Богу вопросы. Господи, а где я сейчас? На что мне не хватает мужества? Потому что твердость — удел души. Это удел этой части нашей личности. Душа, ей необходимо быть целостной и твердой. Из откровения истины проявляется и утверждается мужественность. Откровение истины позволяет нам становиться мужественными и сильными. Посмотрите, почему Авраам мог так доверять своему Богу? Потому что у него было откровение о Боге. Господь меня не оставит. Он мне, столетнему, дал сына. И теперь, когда он вырос или стал подростком, он предлагает его принести в жертву, значит, этот Бог знает, что просит. Он что-то с этим сделает. Он не стал сопротивляться. Он не стал уговаривать Бога. Господи, ты что-то не то думаешь. Ты что-то не том не говоришь. Вот этот момент мужественности проистекает из откровения истины. Я знаю, какой мой Бог. Я знаю, что Он от меня не попросит больше, чем я смогу дать, и не возьмет то, что у меня будет последним, чтобы это не размножить. А если я Ему отдаю, даже последнее, ценное, то для того, чтобы это размножалось. И потому я стою на этом и говорю, Господи, я доверяю Тебе свою судьбу. Я не доверяю обстоятельствам. Я не доверяю людям сегодня мой сейчас выбор, а Тебе его доверяю. И вы знаете, друзья, еще одна очень важная фраза. Я хочу, чтобы вы сейчас услышали. Проблема становится ничтожной, когда мы возвышаем и величаем Бога. Когда мы возвышаем решение. Проблема становится ничтожной, когда мы возвышаем решение. Что это значит? Посмотрите, когда проблема случается, как много люди о ней начинают говорить. Как много ее превозносят. Как много говорят о деталях ее. Зачем? Зачем ей дают столько силы? Но когда мы начинаем величать Бога в проблеме и говорим, Господь, у Тебя решение, и я это решение принимаю, то таким образом, что такое величать Бога? Это превознести Его на троне своего сердца. Это расширить пределы сердца. И сказать, Господи, восядь, восядь на этом троне сейчас моего сердца и реши эту проблему. Потому что я величаю решение. Я не величаю проблему. Я объявляю проблему ничтожной. А я величаю решение в Тебе. И оно ко мне приходит. И если я сегодня еще его не знаю и не видел, то это не значит, что ты его не видишь. Посмотрите, как важно в этот момент и в этом мудрость не обвинять Бога. Господи, а где Ты был, когда я Тебя просил? А где Ты был, когда я об этом молился? А где Ты был? Он говорит, я на троне. Сядь со мной на трон, и ты увидишь картину иначе. Пока ты под обстоятельствами, пока ты под проблемой, то тебе кажется, что она сильнее тебя. Перестань ее величать. Начни величать решение. Превозносить мое присутствие в любой ситуации. Я желаю, друзья, чтобы мы проникли в силу вот этого послания. Истина, познанная, делает нас мужественными. Делает нас твердыми в решениях. Потому, говорил Господь Иисусу Навину, книга сияда не отходит от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. И тогда мы входим в святость, как в отделенность от проблем, от обстоятельств, от мнений человеческих, от своих суждений, от самого себя. Мы начинаем принадлежащие Богу, как святые, входить в призвание. И потому призвание святости это достаточно сильное сочетание. Когда мы понимаем, что святость умножает славу Божью на земле. И мы входим в свою славу в смысле призвания. Мы начинаем его исполнять. Исполнять максимально. Тогда, когда действительно демоническая природа в ужасе разбегается. Когда просыпается человек с горы, поднимаясь, вернее спускается в долину, и там разбегается вся бесовщина. Потому что ты выходишь в силе его присутствия, в силе его славы, в силе его ключей к решению. И ты превозносил и превозносишь царя царей над всеми обстоятельствами. Тогда, когда мы не хотим смиряться перед Богом. Когда мы хотим просто говорить, а я царственное священство, я пойду и буду делать. А Господь говорит, а я хочу, чтобы ты сейчас у меня спросил, что я тебе хочу дать. Какое повеление? Может быть, попросить прощения. Может быть, смириться и сказать, Господи, а что ты думаешь по этому поводу? И потому, когда мы начинаем смиряться под крепкую руку Божью, то он нас возносит в свое время. Это его принцип. Это его пути. Это его возможности. И Господь сегодня с нами этими возможностями желает делиться. И потому смиренный человек и кроткий человек это тот, кто наследует земли. И если сегодня ты еще не имеешь земли, я сейчас не о физических землях, хотя о них в том числе может быть, но я сейчас говорю о состоянии сердца, когда мы овладеваем своим призванием. Смиренный и кроткий человек это тот, кто обязательно будет обладать прежде всего собственным сердцем, обладать собственной землей, обладать теми желаниями, которые внутри, или обуздывать те желания, которые внутри поднимаются. Копает и углубляется в познании Бога там, где другие прошлись поверхностно. Погружается в дух слова его, в суть и смысл. Держится словно в невесомом состоянии, оставаясь в одиночестве, забытый всеми, вдали от всех. Его душа получает откровение Божье, очищается огнем Духа Божьего. Посмотрите, когда человек соглашается идти на глубину чего-либо, глубину познания какой-то науки, глубину познания какого-то мастерства, а тем более глубину познания Бога, что с ним происходит? Очень мало сопутствующих людей, кто на глубину собрался. Очень много таких, да чем тебе это надо? Слушай, ну смотри, сейчас погулять можно, сейчас вот это можно. Зачем тебе сидеть за инструментом и столько времени играть? Вот мы тут катаемся на велосипеде, а тут тут играешь. И как смущают ребенка, как смущают человека, который на самом деле хочет большего. А если мы говорим о познании Бога, да что тебе того мало, что ты уже имеешь? Смотри, ты уже превзошел одного и второго, тут уже 10 лет в Боге, а ты только пришел, и ты уже так много знаешь. Зачем тебе больше? Но вы знаете, одному человеку Господь сказал, которого брал на небеса, Он сказал, передай моему народу, и есть гораздо больше, чем вы имеете. Меня эти слова всегда цепляют, друзья. Есть больше. Есть больше, чем мы имеем. Поэтому не останавливайся на достигнутом, не останавливайся в том познании Бога, который ты имеешь. Начни копать глубже, даже если ты останешься один на какое-то время, то для того, чтобы потом этим поделиться с многими, слишком много людей появится на пути, когда ты откроешь то, что достал с глубины. Твердыня, поднимающаяся в ней, то есть в душе человека, это драгоценные откровения Духа Божьего и маленькие откровения самого Бога. Знаете, интересное выражение. Маленькие откровения самого Бога поднимаются внутри, как твердыня, как твердость. Почему? Да потому что могущество Бога мы вместить не можем, а хотя бы маленькими откровениями для нас это уже так много. Одной капли Христа достаточно, чтобы весь мир омыть. Одного мгновения, проведенное в его присутствии, достаточно, чтобы безумие убежало. Одного прикосновения достаточно, чтобы болезнь растворилась. Поэтому маленьких даже откровений достаточно, чтобы горы передвинуть. Но для этого, друзья, важно согласиться идти на глубины и сказать, Господи, а я не останусь здесь на поверхности, я пойду на глубину. «Места духом тьмы нет больше в ней, и дьявол больше не видит ее». Вот интересный еще поворот событий. «Места духа тьмы больше нет для него, и дьявол больше не видит его, эту душу». В каком смысле? Свет настолько заполняет, помните, мы читали в первой главе, во второй главе, когда дьявол говорил, что у меня есть место в душе Иова. А вот здесь уже мы в 28 главе, уже место он свое потерял и более того перестал видеть эту душу. Вот что такое, друзья, святость, который нас позвал Господь. Немножко вернемся сейчас в текст послания к Кримлинам, вернее, к Коринфянам, извините. Первая Коринфянам, вторая глава, что мудрость мы проповедуем между совершенными, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, еще раз повторяю, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Вот еще интересное сочетание. Господа славы. И в этом мудрость, друзья. Когда люди распяли Господа славы, они захотели славу, но своими путями. И как многие сегодня люди стремятся к славе, стремятся к подиуму, стремятся к каким-то сценам, стремятся к каким-то позициям в бизнесе, стремятся к позициям в открытиях и так далее. Стремятся, потому что слава увлекает. Но Господь когда-то сказал, я не дам славы моей иному и хвалы моей стуканам. Вы знаете, часто это применяют на церковь, и говорят, Господь не даст славы человеку. Там не написано, там написано иному, иной природе Он не даст славы. А нам с вами Он предназначил славу еще до нашего рождения на эту землю. Предназначил, потому что Он имеет в виду нас ввести в эту славу. Он имеет в виду поделиться этой славой с нами, когда мы в призвании служим Ему, отделенные для Него. И потому, когда мы здесь читаем вот эти слова, Господа славы распяли, а я говорю, а я служу Господу славы. Он Господин славы. Он Господин славы. Люди сегодня стремятся к человеческой славе. А я служу Господину славы, который со мной делится этой славой и говорит, тебе это не повредит, когда ты уповаешь на меня, когда ты весь сосредоточен на мне, когда ты даешь мне работать с твоим сердцем, когда ты не оставляешь мышления нечестивого и грешника в своей голове, а когда ты работаешь с этим моей премудростью и отделяешь от себя эту чужую природу. Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Обратите внимание, что Дух мира – это тоже Дух. Это природа, это конкретная природа, духовная, которая сегодня завладевает мало-помалу сознаниями людей. Но Господь говорит через апостола Павла, а мы не Духа мира приняли, а Дух от Бога. Для чего? Что и возвещаем не от человеческой мудрости, дабы знать, дарованное нам от Бога, дабы знать. Вот для этого мы приняли Его Дух. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо бы судить духовно. Есть вещи, которые люди никогда не поймут вокруг нас, потому что они живут в других мирах, они живут в других категориях, у них ценности другие. И если там, где движется Бог, а тебя это начинает смущать, задай вопрос, Господи, где моя душевность берет власть над духовностью? Я хочу, чтобы Дух мною сейчас управлял, потому что я отделен для тебя, я отделен в святости. И апостол Павел дает нам вот это направление, что нам важно стремиться туда, где мудрость с духовностью соединены, где мудрость с духовностью дышит, а у нее есть такая природа удивительная, которая переводит нас в такую часть людей мудрых и совершенных. Потому что в послании к евреям написано, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вы уже сегодня согласились с тем, что вы освящены, так? Друзья, кто согласился, что он освященный? А если освящены, то совершенны. Еще одна параллель удивительная. Что совершенство мне уже дано с освящением, единократным принесением жертвы Иисуса Христа. Когда я его принимаю, я принимаю совершенство. И так, друзья, когда мы будем молиться перед Богом, будем говорить ему, Господи, мудрость проповедуется между совершенными, я этот человек, скажи мне твои откровения тайны. Я не хочу быть человеком, который будет говорить, я Павлов, я Полосов, я Кифин, я Христов, а я хочу быть только твоим и принадлежать тебе всем своим естеством, жить с тобою. И более того, все вопросы, которые у меня еще не были решены, с грехом ли то, или с обстоятельствами, с трудностями, с проблемами, я принимаю позицию на горе преображения, я принимаю откровения, которые укрепляют мою душу, делают меня сильным, чтобы мне решить эти вопросы. И так, мы с вами совершенные люди. Поздравляю. Поздравляю, друзья, что кто-то скажет, ух ты вы какие гордые. Друзья, гордость пусть будет не про нас, потому что совершенство не от наших сил, совершенство не от наших приложений усилий и дел, а совершенство по принадлежности, святость по принадлежности, освященность по принадлежности, спасение по принадлежности. И когда я принадлежу моему жениху, моя душа, мое сердце, мое время ему принадлежит, Господи, я твоя. Поэтому если что-то враг попытается ко мне прикоснуться, он прикоснется прежде всего к тебе. Потому что мне Господь сказал, я, что мы без него делать ничего не можем. Это Он сказал каждому из нас. Послание своей речи в Евангелии от Иоанна 15. Без меня не можете делать ничего. А соединяющийся с Господом есть, давайте поуверенней, один дух с Господом. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. А Дух Божий проницает все, и глубины Божьи. И когда он проницает, он и мне дает туда входить, и познавать его возможности, познавать его величие, познавать его великолепие. Потому что премудрость, она мне принадлежит. И я хочу о премудрости говорить уже в следующий раз. Отчасти мы коснемся еще этой темы, глубокой темы, потому что она столь многогранна. Она готовит таких удивительных Божьих делателей, когда мы премудрость принимаем как свой удел. Когда мы не говорим, что это удел для немногих, это удел для каких-то особых людей. А я говорю, Господи, ты премудростью для меня стал во Христе. Как и спасением, так и прощением грехов, так и освящением. Я хочу сейчас прочитать одну притчу. Притчу, которая потребует небольшой коррекции в конце, но я сейчас ее прочту так, как она написана. На затворках вселенной находится один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было, ее когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать. Потому что каждый местный житель и так знал, что магазин продает желание. Ассортимент магазина был огромен. Здесь можно было купить практически все. Огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента, корпорации, деньги, детей, любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, власть, успех и многое-многое другое. Не продавалась только жизнь и смерть. Этим занимался головной офис, который находится в другой галактике. Каждый пришедший в магазин, а есть ведь даже и такие, которые ни разу не зашли в него, а стали сидеть дома и просто желать. В первую очередь узнавали цену своего желания. Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, вера в собственные силы и разрешение себе работать там, где нравится, а не там, где надо. Власть стоила чуть больше. Надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить рациональные объяснения, уметь отказать другим, знать свою цену, что она достаточно высока, заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих. Некоторые цены казались странными. За мужество можно было получить практически даром. А вот счастливая жизнь стоила дорого. Персональная ответственность за собственное счастье и умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления соответствовать окружающим людям и их критериям, умение ценить то, что есть, и разрешение себе быть счастливым, осознание собственной ценности и значимость отказа от бонусов жертвы. Риск потерять некоторых друзей и знакомых. Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать еще средства. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены, просил скидку или интересовался распродажей. А были и такие, которые доставали все свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую шуршащую бумагу. На счастливчиков зависливо смотрели другие покупатели. С удачей о том, что хозяин магазина их знакомый, и желание досталось им просто так, без всякого труда. Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей, но он всегда отказывался, так как от этого страдало бы и качество желаний. Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний. А на дверях магазина уже добрую сотню лет висит объявление, если твое желание не исполнилось, оно еще не оплачено. Я хочу сказать, друзья, наше желание оплачено. Наше желание все оплачено. Но теперь вопрос, готов ли я со своей стороны сделать вот эту цену, чтобы работать над мышлением, чтобы не поверить только в себя, а поверить Бога внутри себя, чтобы узнать, что его природа во мне – это его желание, которое он формирует. И если из амбиции я выхожу на какие-то решения, это то, что меня обязательно заведет в тупик, о чем мы сегодня слышали. Если я стою у штурвала, куда ты приедешь? Но если Господь стоит у штурвала моей жизни, то он будет работать над моим характером, над моей личностью. И это моя цена, которую мне тоже надо за желание заплатить. Это моя цена. И когда я с Богом об этом начинаю разговаривать, он говорит, хорошо, но от тебя потребуется часть твоего усилия в том, чтобы ты дал мне право работать над твоим сердцем. Я желаю, друзья, чтобы мы поняли, призвание святости – это призвание к отделенности, отделенности от мира, отделенности от образа мышления нечистого мира, отделенности от обычного мира или обычного мышления, отделенности от общественного мнения. В этом и есть святость, призвание. И призвание святости. Когда Господь нам говорит, если там на небесах постоянно говорят, свят, свят, свят Господь Своов, то земля наполняется славой Божьей. Поэтому как только ты будешь тебе напоминать, я святой, я принадлежу небу, в моих мыслях они тоже его, они тоже небесные, то земля, твоя земля, твоей ответственности наполнится Божьей славой. Наполнится Божьим присутствием, наполнится Божьей властью, наполнится Божьей возможностью, и тогда ты не будешь проблему величать, а ты будешь поднимать решение. Я желаю, чтобы мы вместе с вами сейчас вознесли Богу эту молитву, сказали Богу о своем желании не оставаться там, где я есть сегодня, дать Ему право надо мной работать, чтобы призвание, мое личное призвание, оно пришло в такое обилие божественных плодов в моей жизни, что он говорит, через это прославится Отец Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. И он сегодня как ученикам своим предлагает величать его в любых ситуациях, поклоняться ему при любых обстоятельствах и перестать величать проблемы. Давайте поднимемся. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что у нас есть такая привилегия, обратиться к Тебе и сказать, Боже, мы пришли в Твой магазин желаний, потому что желания боящихся Ты исполняешь, и голос их слышишь. И мы говорим, что нам нужен город, весь преображенный. Мы говорим, что нам нужна земля, по которой мы ходим и в которой родились, как Россия, преображенная и защищенная. И мы молимся пред лицом Твоим и полагаем ту цену, которая от нас зависит, но Ты уже полностью эту цену за нас заплатил. Для того, чтобы эти желания, вышедшие из Твоего сердца, попавшие в наше, чтобы они стали реализованы. Я благодарю Тебя, Господи, за все Твои проекты. Я благодарю Тебя за все Твои пути для населения, которые Ты прокладываешь сегодня. Я благодарю Тебя, что наше мышление пред лицом Твоим, оно не останется прежним. И мы принимаем от Тебя образ мышления совершенного, мудрого человека и праведного. Господь, мы не хотим остановиться просто на мышлении праведника, а мы хотим иметь мышление премудрости. Мы хотим иметь мышление от руки Твоей, пришедшую в нашу жизнь, как мышление победителя. Я благодарю Тебя, Господи. Я благодарю Тебя, что сегодня эта молитва, она к Тебе возносится. Слава Тебе, что мы отказываемся больше величать проблемы. Помоги нам с этим справиться. Не поднимать на пьедесталы те вопросы, которые нас волнуют так высоко, чтобы им отдать все пальмы первенства. А сказать, Господь мой правит, Господь мой на троне, Господь рулит. Он не проспал, Он не прослушал, Он не уехал в отпуск, а Он знает, что делает. И поэтому Авраам мог Тебе доверять самые трудные моменты своей жизни. И Ты через это еще больше благословил Авраама. И я прошу Тебя, Господи, дай нам знать, какой Ты. И через это получить эту новую порцию благословения в святости и в призвании. Давайте вместе произнесем. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, такой, как есть, я стою перед Тобой. Я прошу Твоей милости, я прошу Твоего покрова на предстоящую неделю, на предстоящий учебный год. Я приглашаю Тебя, Твое могущество, на территорию моего сердца. Я хочу величать Тебя над всеми проблемами, над всеми обстоятельствами. И я поднимаю пьедестал Твоей верности. И я благодарю Тебя, что Ты меня видишь святым, оправданным, освященным, премудрым и даже совершенным. Я принимаю этот статус, чтобы мне быть там, где проповедуется мудрость между совершенными. Я принимаю образ мышления, открытый для Твоих идей, для Твоего направления, для Твоей власти, для Твоей премудрости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да поможет нам в этом Господь, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok